здравствуйте в эфире телеканал это он тв программа с большой буквы в студии я ведущий александр гурарье и на связи нашей студии наш постоянный собеседник израильский дипломат политолог офицер израильской военной разведки в отставке цви маген цви здравствуйте здравствуйте цину традиционно мы продолжим говорить об украине хотя потом перейдем и к событиям на ближнем востоке в частности уход российской армии сирии тоже серьезно повлиял на всю обстановку у нас но тем не менее давайте все-таки начнем с украины что происходит на театре военных действий я имею ввиду не факты факты так сказать все знают они публикуются идут позиционные бои об этом вот сообщают израильские источники в частности израильский портал детали если смотреть на это так сказать сверху с высоты птичьего полета что происходит ну если вообще то получается что российская сторона в данном случае пока не достигла желаемых результатов если не хуже и у этого есть конечно свое своя проблема и свои причины это отдельный вопрос почему факт остается фактом более или менее вся эта нынешняя наступательная операция россии более или менее топчется на месте не продвигается вероятно всего цель была она пока еще существует достичь определенных там рубежей допустим достичь одессы если получится то достичь и приднестровья захватить весь северный берег черноморья и так далее этим самым можно было бы наверное предъявить и скажем победоносное окончание войны но это вряд ли сегодня так быстро получается с одной стороны с другой стороны украины есть очень серьезная поддержка известно на западе и коллективный запад не только поддерживать ее и но и поставляет и вооружение и другие возможности продолжать это противостояние и по моему даже удерживать украину скажем тех или иных если есть такие желания пойти на какой-то компромисс желая заставить москву погрязь в этом болоте извините выражение больше чем до данного момента потому что основная цель коллективного запада который ведет именно эту это противостояние против россии ослабить россию додавить там те или иные намерения и как короче выставить ее в очень негативном свете и результате как таковой в результате получается что россия никуда не продвигается это стоит очень больших скажем только ресурсов но и скажем позиции россии и вне на внешнеполитическом поле но и у себя в российском пространстве прежде всего еще стоит огромного количества жизни солдат и мирных граждан с обеих сторон это вы считаете что когда то есть до 9 мая многие специалисты там со ссылкой на британскую разведку американскую разведку говорили что 9 мая что-то произойдет 9 мая будет какой-то важный успеха которым путин должен будет сообщить так сказать выступая перед трудящимися перед страной ничего подобного не произошло если не считать там обстрела одессы который происходил как раз тот момент когда путин возлагал святых город памятник городам героям там киеву одессы и прочее то есть мы имеем сейчас позиционную войну на ваш взгляд это затяжной процесс который сейчас будет тянуться достаточно долго или все-таки будет какой-то завершающий этап который позволит объявить об этом победе об окончании войны и таким образом прекратить кровопролитие это во многом зависит от результатов данной операции поступать на если получится захватить определенную часть там южных территорий украины то можно будет наверное в той или иной мере заявить об окончании войны даже если может быть украина не согласна но ежели этого не происходит это россия в нынешних или принышних условиях отступать не может и не может сдавать свои позиции поэтому это продолжится украинцы вероятнее всего не смогут провести свою наступательную операцию для того чтобы выдавить россиян из украины хотя об этом много говорится но и у россии тоже не получается но оппозиционного на месте скажем благе намерения ни одной из сторон поэтому так или иначе надо как-то завершать но я уже сказал что тут не все зависит от украины вероятнее всего запад тоже не нато вернее да и не что сказать по этому поводу и когда определится что скажем с него довольно то условно говоря разрешить украинцам пойти на вернуться на перегаз за переговорный стол хотя он между прочим никогда не прерывался как переговорный процесс идет даже в настоящий момент когда как казалось бы нет никакой информации об этом да да он существует россия конечно была бы рада по моему на данном этапе как-то остановить оставлюсь только какие-то территориальные достижения чтобы обрести те или иные рычаги скажем влияния в будущем как минимум основная операция основная цель операции уже не получилось это имеется ввиду захват киева или просто смена руководства на данном этапе придется уживаться с тем что есть и получив от украины как можно больше территории и ослабить ее как государство если получится в будущем в той иной мере то если не больше этого не хочу называть что больше с одной стороны но у россии тоже следует отметить свои проблемы дома что называется если какие-то вероятнее всего давление на самого президента и руководстве россии идут те или иные разборки и те или иные противостояния вокруг украинского опроса и в частности не только по вокруг этого опроса вообще а в той или иной мере это борьба за будущее руководство это борьба за наследство если хотите в том или мере путина уже некоторые рассматривать как как уже уже как прошлое никогда не как будущее в данном случае пользуясь американской технологией как хромую утку можно и тогда можно это в этом отношении хотя это еще не факт потому что путин в конце концов пока является президентом сострадавших руках не только образы правления но и возможности влиять на процессе в самой россии он сумел остановить те или иные скажем выступления эти или иные ходы против против него но пока это еще может вернуться на круги своя и он продолжает и в этом отношении пока не ясно чем кончится разборки в кремле это влияет на происходящее в украине чем кончится это нынешняя операция в украине когда легко пойдут и россияне и украинцы и западные так далее поэтому мы еще должны подождать или переждать пару недель пока это все кончится но это не может быть больше этих нескольких недель потому что в конце концов ресурсы кончаются жертвы очень высокие и проблема у себя дома у путина тоже имеется есть слухи что он тоже у него плохо со здоровьем и сразу слухи его будущей операции хотели никаких доказательств что это так и не исключено что это тоже происки его скажем конкурентов пропаганда идет со всех сторон да так что в этом отношении у нас большой вопрос не знаю как она перед информационном перекрестке и следует наверное выждать я не уверен что запад значит он конкретно добивается но давить на россию это всегда ему и полезно так что он это делает ну пока подождем факт остается фактом еще 9 поя были конечно высказывания что путин там что-то там винит из рукава какую-то там карту и докажет или покажет но было ясно что ему нечего показать никаких достижений военном отношении не было представить что происходит что касается скажем объявления войны говорили об этом призывы там вооруженные силы там разных групп населения то это по-моему это нереально если это надо провести то это проводится все равно ежели заявить об этом то это может быть и негативный результат тоже поэтому я не считал и не считаю что это было будет сделано и в любом случае мы мы вжидаем по моему путин хотел бы свернуть эту операцию не про не расширять и и так она и будет цве а что вы можете сказать по поводу того что президент соединенных штатах подписал закон о ленд-лизе то есть это второй в истории первый был значит во время второй мировой войны ленд-лиз был помощь советскому союзу сейчас помощь украине к чему это может привести может ли вот этот ленд-лиз и поставки по ленд-лизу поставки там предусмотрены колоссальные каким-то образом повлиять на исход войны я лично очень сомневаюсь во первых это длительный процесс поставок и принятие этого вооружения и скажем года его активное действие это длительный процесс поэтому я не уверен что это может в обозримом будущем как-то подействовать во вторых это разобраться что происходит с западом запад ведет себя соответственно и россияне тоже очень осторожно он делает все возможное чтобы не вступать в конфликт с россияне непосредственно и поэтому все его поставки или обещания поставок или вообще поддержка украины включая вооруженные силы украины она очень осторожна и это все для того чтобы в той или иной мере не вступить в конфликт с россией конфликт с россией означает конфликт уже на глобальном уровне в любой точке соприкосновения в этом регионе если с другой стороны то же самое россия если начнет в той или иной мере скажем затрагивать интересы нато или угрожать или начинать те или иные военные действия против сил нато это кончится конечно уже глобальной войной и поэтому обе стороны этого не желают поэтому все поставки вся поддержка и все остальное рассматривается очень осторожно и поставляется тоже очень осторожно я так бы сказал в этом отношении и поэтому обе стороны заинтересованы ставить это на местном локальном уровне это включает и те или иные виды вооружения если будут поставлены скажем серьезно наступательные виды вооружения в той иной мере это может аукнуться негативно и поэтому несмотря на все эти ленд-лизы это американцы очень осторожно это дело как я уже сказал и по моему пока серьезных изменений не предвидится и в любом случае так или иначе американцы вероятность его тоже рассматривают все эти скажем события как достаточно уже временное и через несколько недель придется это все равно же уже закрывать все это скажем весь этот процесс и в этом отношении ленд-лиз тоже имеет свои понятия конечно надо поддержать экранца дать им возможность выстоять и выжить и потом возродить и это то что уже было уничтожено или там разрушено и в этом отношении да будете ленд-лиз и помощи все что с этим связано но что касается непосредственно поля боя то по моему то что поступает уже постоянно той или иной мере считается достаточным для того чтобы сдержать натиск россиян и вероятность вот так оно и есть мы неделю назад с вами беседовали и как раз я возвращаюсь к теме так сказать борьбы между башнями кремля когда мы с вами обсуждали высказывание лаврова который наделал много шума в израиле и вы тогда сказали что скорее всего то есть вы дали разные варианты но скорее всего это личная инициатива как бы министерстве иностранных дел которая связана вот именно с этими боданиями между башнями кремля и буквально там на следующий день а поступила информация о так называемом извинении путина она была очень такое завуалированное на сайте кремля она так и не появилась она появилась в официальном каменнике пресс-службы министерства министра министерство головы правительства израиля и не было опровергнуто пресс-службы кремля то есть это говорит о том что значит она соответствует действительности и как бы отношения были возвращены к исходной точке между израилем и россии вот сейчас новый скандал во время торжественного заседания в кнесете посвящена 9 мая дню победы значит несколько депутатов частности депутата нд и евгений сова и там еще целый ряд депутатов говоря о дне победы упомянули войну украине назвали россию агрессором и так далее 2 посол посол россии который присутствовал в ложе почетных гостей покинул заседание что получается мы сейчас возвращаемся на новый виток конфронтации или это пройдет как бы незамеченным я выбираю второй вариант это пройдет достаточно незамеченным высказывание лаврова достаточно действительно жесткий и невозможно я бы даже сказал для естественно для министра иностранных дел для общего министерства кого рода и отношений между государствами но я не уверен что это было сделано именно против израиля только это было сделано и в пик но потому что у него другое мнение по этому вопросу но это было направлено вероятно все в украинскую сторону тоже я вижу последнее время кто-то в россии там публикует разную инфа там разного вида скажем данные информацию негативного толка скажем еврейском засиле в украине и так далее если соединили с высказыванием лаврова то получается что он пытается как-то в той или иной мере мобилизовать украинцев против своего руководства которые являются еврейским и нацистским в этом отношении это чистейшей воды негативная пропаганда хотя затрагивать интересы израиля который на татри агиро что же касается непосредственно отношений кроме того что путин высказался не понимает откуда как говорится дует ветер и куда-то может развиться извините он не просто высказался после этого была целая серия публикаций в российских сми которые в общем-то критически относились и к высказыванию министерства иностранных дел россии и так далее то есть такое ощущение что была такая легкая команда фасдана мы же понимаем что центральные российские так сказать сми они ничего без команды не делают то есть это все как мы но и вместе с тем все же кто-то в миде российском министерстве иностранных дел публиковал какие-то данные и высказывался на эту тему несколько дней еще после этого так что уже этого следует что идет или шло какое-то противостояние которое вероятнее всего уже спустили на тормозах это к этому что касается отношений то я хочу напомнить что россия здесь присутствует в регионе отношения практические или оперативно если хотите включая то что происходит в сирии и так далее они функционируют насколько мне известно нормально и нет никаких намерений их отменить или изменить в этом отношении это еще один индикатор того что во всяком случае пока никто не воспринимает это практически негативно или оперативно и не имею ввиду насчет негативных выводов в отношениях да есть конечно разные виды высказывания тех или иных израильских политиков естественно общественных деятелей кресы естественно конечно но посол должен нести свой крест не только в израиль и другие государства есть атаки на российских послов и напоминаю в этом отношении это не политика государства это высказывание тех или иных деятелей которые тоже иногда позволяете переборщить потому что в конце концов дипломаты не виноваты они выполняют свою работу это вас уже говорит дипломат понятно то есть вы дипломаты ни в чем не виноваты дипломат ни в чем не виноват но хорошо на данном случае он представляет россию он должен понимать что в той или иной мере он должен вынести то что происходит и доложить нам вот большего ему не дано но это касается тех вопросов отношения в принципе по моему пока они остаются на нормальном уровне я хочу подчеркнуть еще раз что насколько я понимаю у путина позитивное отношение к израилю все время в прошлом и по моему в настоящем тоже ну что ж будем надеяться но об отношениях между россии израиля мы поговорим еще во второй части нашей программы а первая часть а подходит концу я напоминаю что мы беседовали с цвим агетом политологом дипломатом экспослом израиля в россии и украине его программа александр гурарье во второй части программы мы поговорим о годовщине операции страж стен когда израиль воевал в газе и о ситуации в сирии оставайтесь с нами